Там это, ищет всю работу, работу, какие вопросы задает, ну для меня наиклубейший, и я думаю, что Николай, просто у него нет жены. Жена была, если бы дети, он бы давно уже там сидел в туристической фирме, там, кстати, в культурке, вообще, на другой, сходил. Ей уже от детей не получил, и успокоился вот ко мне. Я ему говорю, что нравится туристическую фирму. А если кто-то подъедет и заменяет? Арсень. Ты что? Ты делал пилины, что я сделал за ним? Чего вы делаете? Там люди туристическим занимаются, занимаются и будут заниматься. Ездить на квадроциклах, ходить пешком с баночками, с рюкзаками, будут стережения брать с собой, скальные крюки, молотки забивать, ползти куда-то в горы, я, кстати, этим всем занимался. Падать оттуда. Падать оттуда, приносить трупы. Там, видишь, я работаю, раскручивать это дело, все, раскручивать, в горы, вот эти походы. Как-то это, в совесть свою придет, спеша, айду. Ну, что тут нету. Он просто этого не знает, вот и все, он этого не знает, как раскручивать, если он этого не знает. Ну, это интересно, для тех людей это интересно, которые там, ну, включи туда, ближе. Ему на работе начать с самого низкого, а там Господь может и в надмечательниках ходить, он сразу и папа наберет кусок, конечно. Ну, дворники нуждаются. Я не знаю, что такое раскручивать, там походы, я не понимаю, какие походы, куда раскручивать, чего раскручивать. По-моему, больше накручивания. Игнат Иванович мне сказал, когда я с ним встретился первый раз, ты занимаешься золотом, срочно бросай свою работу. Золото это зло, там, сатана всегда, тебя убьют, там и так далее, и тому подобное. Ну, я бросил, конечно, через время, ну, и потом, там, начал работать грузчиком. Ну, чем? Ну, вот там грузчиком, короче, у меня еще колено сломано, наверное. Тогда я поработал год, чувствую, что ничего не получается, батюшки говорят, что-то. А меня опять забудут, делают диалоги. А батюшка мне говорит, а что такое, куда вот Игнатин сказал, что зло, там, сатана, там, и так далее. Он говорит, а Бог что говорит про золоте? Я говорю, ну, что-то плохого, я не помню, что-то сказал о золоте, господи, посмотри, говоришь, и поговори с ним. Он начал смотреть о золоте, пошел Игнат Иванович, а про золото так только хорошее сказано, ничего плохого нету. Он говорит, ну, это да, золото нейтральное, все зависит от сердца человеческого, как его употреблять. И все, я пошел опять в диалоги искать это золото, потому что оно ищется не только для плохих целей, но и для Бога. Кресты позолоченные, чаши, золотые и все остальное. Так что, и все это пользуется не просто спросом, а священно для Господа, когда Он говорит, сделать это. И Сатана первым делом, первым делом, что сделал, он в 22 году, с 21 по 22 год, собрал все священные сосуды, все священные предметы из алтарей в нашей стране. В 1921 году, собрал все под Бушила Мартой того, что вроде по Волжий голод, а церковь не помогает. Поэтому давайте сюда, все, что у вас здесь церковь. А тогда были все золотые, во всех храмах было только золото и настоящие брюльянты. Подделок не было, там, Сваровского такого же, там ничего не было. Сваровского, да? Были настоящие во всех храмах, а у нас было 75 тысяч храмов и 1275 монастырей. И везде в алтарях было золото, серебро и настоящие камни, если были. И парча была настоящая, с золотыми нитями. Возьмите, пожалуйста. И, конечно, Ленин, он посчитал и подумал, что он соберет 14 миллионов золотых рублей. А когда начали собирать, собирали-собирали, и даже миллионами собрали золотых рублей вот этим всем. А вагонами возили в Японию, японцы скупали все это, вагонами возили. И охлады, всякие чаши, там, кресты, цепи и так далее, ну, все, что там, потиры. Ну, это на переплавку, скорее всего, пошло. На что? На переплавку. Ну, и японцам нужны были материалы. И золото нет. Нет, даже не для другого. Они просто золотовалютный резерв себе набирали перед войной с Америкой. А вот золото самый дорогой металл или есть платина? Золото самый дорогой металл из более-менее добываемого металла. Добыто 60 тысяч тонн золота. А почему платина? 60 тысяч тонн золота, оно не дороже платина. Платина не дороже, золото дороже платины. Ну, платина и меньше, там, по-ваге, дорога. Платина меньше, ее меньше добывают, а она меньше, меньше. Саразморода золота вообще очень мало. Но платина, она так не используется, потому что у ней не та молекулярная схема, устройство. Не та историческая, не такое, как у золота. Золото подходящее именно для разных изделий. Золото в естественном виде, в чистом виде, врачи никуда не используется. Я вам сейчас скажу, что из двух миллиграмм золота можно вытянуть метровый длинный бить. Из двух миллиграмм золота. В процессорах, в процессорах, во всех используется. Да. В радиоэлектронике оно чистое используется. Больше, как изделие, оно чистым нигде больше не используется. Как в радиоэлектронике. Оно само по себе мягкое, как свинец. А вот таблицы Нигелеева рядом золота. Не как свинец, а как ноготь. Они рядом, у них молекулярная масса такая, что у золота. Они не полезут такие, как свинец. Они рядом таблицы Нигелеева. Ну и что, что рядом. Ну не одно и то же. Я не скажу, а что это? Золото 19,3 в отдельный вес. Серебро 17. Свинец 15. Матуль 12. Ну приблизительно без. Вместо этих единиц. Ну а серое 4. Оно токое, такое же, как свинец. Оно мягче, чем свинец. Я вообще не знаю, но в чистом виде оно не хуже на изделие. Мягче и тяжелее. Тяжелее на четверть, чем свинец. На четверть. Если 10 литровый битве свинца 150 кг, то золото почти 200 кг. В стакане кто-то 2 кг. Какой стакан? 300 граммовый. Пронюска? 300 граммовый стакан. Ну 250. 250 грамм. 250 умножай на 20. Вот 2 кг в стакане. Два с половиной килограмма. Нет, подожди. У нас 20, это сейчас. Сколько там? 250. 5 килограмм. 2 килограмма. 5 килограмм. Ну я имею в виду рассыпного. Одно дело рассыпное, если под другое, то залить ему. Не горит валерь, не выражая. А там белька примут много. А червоный и золость там примеси? Медь. Да? Да, примесь медь к червоному. А золотой полет? Медь. 908-я, думаю. 902-я, 908-я. Ну там уже визитин был. Для того, чтобы она не стиралась. Золото при желании можно ногтем черкнуть. Золото всегда специально носилось в мешочках. Ну там показывают, там кожаные мешочки кидают. Вот тебе держи, там раз, кожаные мешочки. Потому что оно там, когда друг от друга ударяется, оно может там чуть помяться или что. А если там будет какая-то другая монета, она все золото и замнет, и исчеркает. И прям стружку снимет, и там будет пыль прям золотая. И не жаль. Поэтому нам золото вызывали золотыми монетами и червоными зарплату в 90-х годах. И мы запаивали отдельно каждую монету. Все же знают. Извините, и теперь сказа с вами. Запаивали специально. Потому что ее носить невозможно. Хоть куда положи, только достала. Я воровал много золота. У меня господин, я воровал много золота. И я хоть отнял все. И когда меня арестовали, я дал за рук. Сказал, господи, никогда не трону ни одного пылинки золотой. И меня не посадили. Отделался только к эпизухой. Я когда работал, в городе тоже. У меня была возможность брать. Но я кратик дамок и захочил, чтобы показать другим, но не большим. Показать другим. Но братья не брал. Я килограмм не воровал. Пришло махом, и шло прахом. Почему он отбал, пока? Не брал, да? Зачем его? Зачем его отбирать? Ну, он молодой был. Спецназик, кто нахудрался. Куда же их сдавал? Конечно, сдавал. Приехал. О, сколько? Давал. Нет, не было никаких применений. Собрал, был человек, у которого было два кармана. Пиджакаш. А там, вот, вот такую прессу. Там, если не везли демон, тысячных. Да, но и грязь, и техническая пресса. Зачем есть? Были пятисотых. Зачем? И все, больше ничего. Только она, все и Юровы, и все. И этот человек, как правило, работал. А, где он не работал, девчонки? Этот человек просто ходил в этом пиджаке, у него всегда тут пресса. Какие люди все, да? Не через сарафанное радио, не говорили. Там как-то договаривание. И он опять приходил. Полиня Александрович еще как наставлял протестов в число все его. Национально столько его было, девчонки. Она скрывала, да, я все знаю, пока нет. У нее не правда, не совочинка, как можно. Знаете, что вы говорите? Ты была надеяна, еще приедет, что такое грязное. Сегодня, который по своей форме, я не могу. Почти, включенную, и Наташа, как нет, она, понятно. Три года, держи, нет, человек, и она попадет. И она попадет, она скоро, пойдет. Ну, и на три года, и крестик, и пойдет, пойдет, пойдет. Такие варианты тоже попадет. Когда поднимешься? Мы денег давали, и все. Да, в Барнаулу или отсюда? Я отсюда прямо. В этом году, в Барнаулу, эти сними прошли, поэтому, когда по поводу ее говорили, я спрашиваю, что он значительно что-то не будет стоять. Да, да, да. И Наташа, поезд, поезд будет проходить ко мне. В Барнаулу, в Парнаулу, в Парнаулу, в Парнаулу, в Парнаулу, в Парнаулу, в Парныулу. Ну, ты сейчас говоришь, что можно в сети играть, поэтому она не готова, так не уйти, а у нас... И что, и когда-то ее придет? Прямо здесь хотите менять? Нет, нет, нет. Ну, вы, Владимир Владимирович, предупреждайте, говорите, что так и так, надо, чтобы машина вставала и делать, потому что только через него. И это чем быстрее, тем лучше. Делайте, быстрее его сбирайте, он придет уже, забрали. Не, здесь не мой никак. Больше не забудьте его сказать. Мы завязаны в количество работников. Если я уйду, если в другой следствии уже нет, а там уйдет. Мы спорим, мы спорим, мы спорим, мы спорим. Поэтому надо координировать, смотреть, когда, когда. А что, по-моему, мы спорим. Там, если даже не буду, то куда-то загнать, есть куда загнать? Слезы, вы, вы, вы Так, мне надо знать кто остается. уезжает четыре человека поэтому мы на три часа приблизительно планировали мы хотели пораньше ну и тщательно чуть-чуть не могут летать нет и нет не можем брать у нас коровы нет все-все, уходи давай я тут готов, мы все подойдем ходи, пошли да конечно ну а че на ручки повредить и так венушки должны быть черные черные там уже нет ты даже можешь быть черно лицом в дочери все Лена, а зачем ты паянищ? все, показывай все 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 Сейчас новый фильм вышел, он называется «Заполченочный», посмотрите тоже фильм, там как раз наши основные вопросы ставятся. Женщины воюют, там религиозные темы поднимаются, убийства, братьев там, ну вообще, священий, как далее, что-то, ну я думаю там, я просто никого еще не встретил, кто-то посмотрел, хочу, чтобы кто-то посмотрел, а потом поделился. Кто-то спрашивает, кто-то задает, кто-то, 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 кто- В прошлом году кто крестился, у кого нет приветствующих друзей. В любом сейчас, в Москве, в паспорте он не знает. Да иди с паспорта. Понятно уже. Я тогда в паспорт, когда Россия, это святая, святая, святая и так далее. И так далее все. А в России еще есть спасение. Снять надо, молодец. Снять надо, снять надо. Снять надо. Сдержите дату, срок и минул. Можно вам вращаться. Вас здесь просветили, можно ли? Ну мы тоже. Растаи. Вино, вина, война. Как отвечаете? Вино, вина, война. Нет, нет. Повторяйте. Пишу, бывают, без ответа. Ну я просто не совпадал. Все от севера до юга до порта Артура, остров. Все подлюбили. Само Тайгу и Югу. А расплодили несколько воров. О, Божество. Пояснили. Своё крещение? Крещение ввод на родном на русском. Крещение духа вводное отправили. Пояснили, кто в прошлом году не получил, чтоб подошли. Уже пояснили. А, там старо-сообщем учились. Чтобы дойти крещение, просто нужно упройти всего и... Человек плачет от того, что ему больно. И сколько нужно было слезы строить мужикам, взрослым. И с той и с другой стороны сними подругу. А вот мужчина... На наш аппарат сними. На наш. На волосе. Вот так сними. С другой стороны. Как там? А это боль какая? Сатана вложил у нас гордость. И риск-то я не понял. Я не понял, какой риск. Какой риск? Какой риск? Ну, ты... Потому что ты там, как бы, навсегда, да? Этим малышам-то тоже надо выдать. Я понял. Выписали? Ну, сатана вложил в нас грех. И этот грех, он разлился по всем людям. Природная разлился. Природная разлился. Природная разлилась у нас. Природная разлилась. Не божья. И чтобы от нее отказаться, это надо себя порвать. Вот какая-то операция сделана сатаной. И зашлет. Еще. Сергей. И пишите.